Что касается наших непростых переговоров с украинскими партнёрами по энергетике, сейчас и министр правительства, министр энергетики Новок Александр Валентинович и руководитель «Газпрома» встречаются с украинскими партнёрами при посредничестве еврокомиссара господина Эттингера. Кстати, «Газпром» предложил украинским партнёрам точно такие же условия, которые имело правительство Виктора Фёдоровича Януковича. Скидка с контрактной цены в 100 долларов, конечная цена 385 долларов за тысячу кубов. Обращаю внимание на то, что соседние страны получают газ, в частности, Польша, некоторые другие по более высокой цене при таком же механизме обеспечения этого ценового показателя, а именно сокращение вывозной таможенной пошлины на газ. Точно такой же механизм использовался, и повторяю, в решении этого вопроса с правительством Януковича Виктора Фёдоровича. Есть, насколько мы слышим, озабоченность украинских партнёров по поводу того, что эта льгота в одностороннем порядке может быть легко принята и легко отменена. Да, мы так никогда не делали. Мы всегда демонстрировали предельную надёжность наших договорённостей. Вместе с тем я просил бы председателя правительства подумать над вопросом о том, как можно было бы на уровне правительства Российской Федерации, либо по договорённости с правительством Украины зафиксировать эти условия и сделать их абсолютно надёжными и не меняющимися на протяжении определённого времени по договорённости. Ну, судя по отдельной информации, которая к нам сегодня поступает от договаривающихся сторон, дело даже не в этих механизмах, а дело в том, что украинским партнёрам вроде как мало этих скидок, они претендуют на большее, правда, не очень понятно, на каком основании. Но если это так, то, судя по всему, дело сознательно заводится в тупик. Я уже обращался неоднократно к нашим европейским партнёрам с просьбой сопровождать этот переговорный процесс. Мы его ведём абсолютно открыто, прозрачно, максимально. Я считаю, что наши предложения более чем партнёрские, направленные на то, чтобы поддержать украинскую экономику в достаточно сложное для неё время, помочь. Но если наши предложения будут отвергнуты, значит, мы перейдём совершенно в другую стадию. Это не наш выбор, мы этого не хотим, но если так, то тогда будем жить в другом измерении. Дмитрий Анатольевич, я попросил бы вас иметь это в виду, так как мы и договаривались выстроить дальнейшую работу. В общем, мы, естественно, так и поступим. Подготовим для наших украинских партнёров такие предложения по линии правительства, которые будут означать долгосрочный характер предоставляемых скидок, несмотря на то, что вообще-то эти скидки в довольно сложном финансовом положении, в котором находится и наша экономика, для нас имеют определённый счёт и достаточно болезненны. Но ради того, чтобы всё-таки поддержать наших украинских партнёров, экономика которых находится в очень непростом положении, мы готовы пойти и на это, так как вы поручаете сделать. При этом, конечно, нашим украинским партнёрам в правительстве нужно не о ловушках рассуждать, которые Россия расставляет, а помнить о том, что есть непогашенная задолженность за газ, которая в любой момент может превратиться в предварительную форму оплаты. А это уже будет, как вы справедливо абсолютно сказали, совершенно другой стадией наших газовых отношений. Договорились. Спасибо.